Добрый день, с вами Максим Чех. По обстановке вы видите, что я вернулся уже домой. Да, у меня учебный год закончился, я вот в этот понедельник сдавал последний экзамен по мат-анализу. Я его сдал на А, в отличие от первого семестра, но во втором семестре меня, в общем-то, подвела конкретно физика. Второй семестр мне, конечно, вообще дался тяжелее. Ну, вы видели там по видосам, я там уже закумаленный, был убитый. Но, тем не менее, дотянул, нормально все поздавал. Подал документы на продление визы. И, кстати, по этому поводу хочу сказать спасибо человеку, который мне писал в комментариях, что сразу же вклеивают. Так и есть. Пришел в назначенный день, показал обратные билеты, там в конце июля я поеду в Прагу. И мне сразу же на месте вклеили временную визу. Причем ее вклеили как бы на целый месяц. С 1 до 30 июля она действует, если я не ошибаюсь. Средний балл во втором семестре у меня вышел немножко похуже, чем в первом семестре. Соответственно, я попал на вторую группу по стипендии. У меня средний балл вот тут открыт. 1.235 тысячных. Это вот как бы тютелька в тютельку на вторую группу по стипендии, которая идет до среднего балла 1.25. Ну, 10 тысяч крон как бы не лишнее. Всего за год я набрал 78 кредитов. Немножко не дотянул до максимума. У нас на специальности больше 40 кредитов нельзя записывать просто. Получается, в первом семестре у меня было 38, во втором 40. Самый главный совет, который я просто не понимаю, вот я там общался с людьми, не полностью делаю домашние задания. Я этого не понимаю, потому что домашние задания – это самый легкий способ как бы получить баллы и ну как бы вообще сдать предмет, да, подготовиться к сдаче и так далее. Вы сидите у себя дома, да, там за компьютером, за ноутбуком или в библиотеке, у вас есть доступ в Google, у вас не ограничено, ну ограничено время, но не так там, что строго полтора часа и сдаем работы. А вы с удобной себе скоростью работаете и просто делаете эти домашние задания и получаете за них баллы. Вот во втором семестре по программированию оценка очень сильно зависела от домашних заданий, по архитектуре компьютера очень сильно зависела от домашних заданий. Ну в принципе все, но тем не менее по двум предметам, почему бы не сделать все домашки и не гарантировать себе, что ты предмет как минимум сдашь. Но я, наверное, сейчас пройдусь по предметам, расскажу, какие были сложности, в чем были приколы и так далее. Дифференциальное уравнение и нумерика, 4 кредита, лекцию у нас вел Габала, а практически занятия субботикла. Мне субботикла вообще очень понравилось, как она ведет практические занятия, по делу все говорит, понятно, доходчиво. И Габала тоже, в принципе, классный мужик, он очень много делает учебных материалов. Я в первом семестре занимался по его масс-тьютору к матанализу, готовился. Сейчас вот я увидел на сайте ЛЧВУТ выложили как бы такие лекции подготовительные для сдачи экзаменов вступительных, тоже вот Габала это там ведет. Ссылка в описании я поставлю. Предмет фактически состоит из двух частей, собственно, дифференциальное уравнение и численные методы. Ну, дифференциальное уравнение, я не знаю, они мне как-то очень легко дались, поддались. Мы проходили решение дифференциальных уравнений методом сепарации переменных, решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами с ненулевой правой частью, решение систем дифференциальных уравнений линейных и методика вариации константы. Что касается численных методов, там были методы нахождения корня уравнения, методы решения систем линейных уравнений, там метод Гаусса и так далее, И численные методы решения дифференциальных уравнений. Я все эти методики не позапоминал. Я экзамен написал вообще, было 4 секции по 20 баллов, 3 по дифференциальным уравнениям и 1 по нумерике. И у меня было 20-20-20 и за последнюю 13. В этом предмете один раз мы писали контрольную работу, за которую можно было набрать до 20 баллов, и баллы свыше 10 прибавлялись как бы к оценке. То есть я ее написал на 18, мне 8 баллов пошло бонус. Я считаю, что я заслуживал по этому предмету в принципе и А, но на устном экзамене, это как бы моя такая проклятие, мои устные экзамены, он мне задал вопрос, который в принципе, ну, мне казался несложным. И мне казалось, что я на него ответил, но он сказал, что... Я не помню, я рассказывал про это или нет. В общем, бы я получил за него. Ну, мне не обидно, потому что, ну, это математика и устный экзамен, все такое. Но, тем не менее, так вот. Дальше идет математический анализ. Ну, в этом семестре я как бы вжарил по анализу, получил А. В принципе, я очень доволен. Я идеально написал экзамен, то есть на 100 из 100. Он мне на устной части задал вопрос про потенциальное, консервативное и завихренное поле, и какие взаимосвязи между всеми этими понятиями. По анализу во втором семестре мы проходили функции нескольких переменных, производная функции нескольких переменных, предел функции нескольких переменных. Потом там была сложная довольно тема экстремы функции нескольких переменных, ограниченной на какой-то области. То есть там надо было найти экстремы внутри области, плюс экстремы на границе, плюс экстремы отдельно в точках пересечения ограниченных условий. Немножко такая заколупанная тема. Потом был двойной интеграл, тройной интеграл, разные системы координат, то есть полярные, цилиндрические, сферические мы проходили. В конце в самом мы проходили интегральные теоремы Гауса, Грина и третьего чувака, Стокса. И последнее это было вот это вот вихревые и невихревые поля. У нас было две книжки, две скрипты рекомендованные в этом семестре. Одна по производным и пределам, и вторая по интегралам. Вот та, которая по производным и пределам, она просто отвратительная. Там куча ошибок в заданиях. То есть у меня было такое, что я решал какое-то задание, у меня ответ не сходился. Я очень много времени просидел. Потом думаю, да, я забью вольфрам, проверю. Забиваю, и получается то решение, которое я изначально пришел к которому. То есть будьте с этим осторожны. Ошибки вот, ну, в скрипте задания, и потом идут ответы. И вот эти вот ответы, они бывают очень часто неправильные. И прямо в расчетах, прямо как бы в самой скрипте, там тоже натыкался на ошибки. Это первое. А вторая, которая по интегралам, которая там, Гамгальтер, по-моему, автор, очень хорошая, то есть там ошибок практически нет. Вот, ну, решайте просто все, как бы, примеры по максимуму, разбирайтесь. И я думаю, сдать не будет проблемой. Лекции у нас вел Гаек, он же принимал экзамен. И он, во-первых, у нас не было никаких бонусных баллов за семестр. То есть мы писали одну контрольную, но надо было просто ее написать на 50%, чтобы сдать. А на экзамене вот я написал на 100 из 100. А и в любом случае, чтобы получить, то есть я мог бы, как бы, получить Б и уйти. Или остаться на устный экзамен, чтобы попытаться получить А. Далее у нас идет физика. Физика – это просто капец. Это очень огромный объем, скрипта на 400 страниц. И в ней я посчитал более 2000 пронумерованных формул. В принципе, любая из этих 2000 формул может попасться на экзамен на зачете. Но, с одной стороны, там было как бы более-менее демократично в том плане, что на зачете, что на экзамене у меня попались в основном такие как бы формулы, которые мы разбирали на практических занятиях. Но на лекциях, ну вот он начитывает, начитывает с безумной скоростью, он рисует все эти выводы формулы картинки. То есть я это механически просто переписывал, я не воспринимал его. И при этом он сам говорил на лекциях, что я не успеваю вам отчитать все, что надо, и типа будет требоваться на экзамене все, что есть в скрипте. То есть это какое-то безумие просто. В сборнике задач 280 задач на занятиях практических мы разбирали там, ну, две задачи, допустим, за занятия. Это где-то мы разобрали 30 практически задач на занятиях, плюс я ходил на семинары по физике, ну, там еще, допустим, мы там 20-30 задач разобрали. Плюс у нас были домашние задания. Ну, хорошо, ну, 50, да, как бы. Ну, вот мне на... Я сдавал зачет два раза. В первый раз я сдал зачет на 21 из 50, второй на 30 из 50. В первый раз я, по-моему, решил две или три задачи и очень плохо написал теорию. Во второй раз я более-менее неплохо написал теорию, но решил одну задачу, и вторую я затупил. Я долго просидел над задачей, которую не знал, как решать. А потом была задача, которую я знал, как решать, но я ее до конца не дописал, так что я за нее полные баллы не получил. Я думаю, чуть больше получить. Очень сложно. То есть, я не знаю, если вы поступаете на КИР, на специальность, я вам советую как бы вот с того момента, как вы поступили, потихоньку заниматься физикой, скачать себе... У меня в ссылках в описании там это скрипта, скачать сборник задач по физике и просто потихоньку заниматься. Но я где-то зачитывал список тем, которые мы проходили, или писал, там просто какое-то безумие. То есть, там механика, кинематика, механика твердого тела, механика континиума, жидкости этого, специальная теория относительности, электричество, электростатика, электромагнетизм. То есть, там просто безумное количество тем. И, ну, я не знаю, это реально сдать, но это очень сложно. И это как бы не мои выдумки. То есть, я заходил, там есть такая студенческая анкета, и там студенты пишут, что они думают о предмете. И если зайти почитать о том, что пишут о физике, то есть, пишут, в принципе, то же самое, что я и говорю. Очень большой объем материала, непропорциональный, потому что за физику дают 6 кредитов, а объем вот этой начитки и того, что там надо знать, я не знаю, он на 30 кредитов потянет, если так смотреть. Предмет вот тоже там чувак писал, в принципе, я сам думал об этом, что предмет не предназначен для того, чтобы вы чему-то научились. То есть, чтобы его сдать, надо просто механически запомнить как можно больше этих формул и надеяться, что они вам попадутся на тесте. За 3 месяца нереально весь этот объем впихнуть в голову. После того, как я завалил первый тест, я как бы понял, что надо сделать, чтобы сдать его получше, но времени уже не было. То есть, это надо было в течение семестра все-таки перерешать. Я решал какие-то задачи самостоятельно, но мне для полного понимания, чтобы я мог понять какую-то задачу, мне может для этого потребоваться очень много времени. Вот у нас была домашка, там была такая ситуация, то есть, чашка весов на пружине висит, какой-то массы определенной, то есть, она пружину уже отклоняет, и на нее сверху кидают гильку определенной массы. И нам надо было рассчитать амплитуду там или что-то, не помню. Система этой после того, как упадет гилька. И я над этой задачей на выходные, реально вот я двое суток, наверное, думал вот только про эту задачу. Я поделал все остальные домашки и там ездил куда-то в транспорте покушать, окей, читал, думал над ней. То есть, просто вот, чтобы понять ее. И в результате я за нее не получил балл, причем я так и не понял, какого черта. При том, что как бы он сказал потом, что все остальные немножко неправильно ее решили, я ее решил правильно, но он придрался к какой-то формулировке у меня. Я что-то написал про энергию и не выразил эту энергию. В общем, не суть важна. По физике еще идут практически занятия, то есть лабораторные, и по ним надо писать протоколы. Протоколы, в принципе, несложно эти писать, а там есть примеры, в интернете можно найти. Ну вот, как это делается. Червенко у нас вел занятия, прикольный мужичок, нормально он их оценивает, сильно не придирается. Они на этих лабораториях к вам подходят свечить, этот учитель, рассказывает, какие физические процессы там будут, спрашивает, понимаете ли вы, что происходит. Вы делаете измерения, он подписывает вам листик с этими измерениями, и вы делаете протокол. То есть я за протоколы получил 9 баллов, надо было сдать 2 протокола, за каждый можно было получить до 5. Но у меня была такая история, что я думал, что мы можем сдать любой из 4, любые 2 из 4, и, соответственно, я не спешил их делать, думал последний сдать. А оказалось, что надо было все-таки типа сделать первые 2, а вторые 2 будут засчитываться, если первые 2 будут неправильно. Вот такая была система. Поэтому мне там пришлось срочно... То есть я пришел на снятие во вторник, он говорит, ты делаешь протокол? Я говорю, ну я же думал, что можно потом сдать. Оказалось, что нет, и я с ночи, там, со среди на четверг делал срочно этот протокол, и в четверг заносил чуваку этому. Ну, в общем, чтобы сдать нормально физику, ею надо заниматься очень долго, уделять ей очень много времени, порешать все задачи. Я вообще очень физику люблю, ну, как бы идею физики, да, как нашего метода познания Вселенной и всего того, чего мы как бы добились благодаря знанию физики и изучению за последние там пару столетий как человечество, как вид биологический. Но изучить вот этот объем классической физики за 3 месяца нереально, то есть надо заниматься больше. Ну, и летом будет время. И еще раз, если вы поступаете на специальность КИР с самого первого дня учебы, а лучше еще раньше, начинайте заниматься физикой. Я хочу создать сейчас плейлист и порешать в нем все задачи, как бы и для вас, и для себя, чтобы в этом во всем разобраться. Вот, ну, поехали дальше. Следующий предмет у нас идет архитектура компьютера. Для меня он был совсем как бы легким, хотя там были новые для меня вещи, то есть мы в КПИ, когда я учился, мы не проходили ничего про кэш-память, мы не проходили, мы проходили что-то про пайпланинг, но это было на таком уровне, типа, вообще ни на каком. Я эти вещи компьютерные, как бы, довольно хорошо понимаю. Мы в рамках предмета начали с того, что прошли, как бы, повторили представление чисел в компьютере, то есть прямой код, дополнительный код, отрицательные числа, положительные, и, как бы, большая секция была выделена числом с плавающей запятой в формате E754, если я не ошибаюсь. Потом мы проходили кэш-память, потом мы проходили пайплайнинг, это как-то по-русски называется, я забыл, и потом мы проходили еще какие-то вещи, но я, честно говоря, под конец перестал ходить на лекции, поэтому не помню, там что-то было про периферию, про прерывания, про многопроцессорные, многоядерные процессоры, про вычислительные сети, вот такие вещи. Ну, то есть основа предмета – это кэш, это пайплайнинг, это представление чисел в компьютере, в принципе, все. Тут оценка, вот как раз то, что я говорил, тут очень важно делать домашние задания. У нас было 4 домашних задания по 6 баллов, то есть это 24 балла суммарно можно было набрать. Семестральная работа за 20 баллов, и у нас был тест, который мы писали за семестр. Вот как раз по темам, которые я говорил. Числа с плавающей запятой, кэш-память, пайплайнинг. Домашние задания были первое тоже по представлениям чисел в компьютере в основном, второе было, надо было написать программу на C, которая обрабатывает рисунок, и таким образом, чтобы оптимально использовать кэш-процессора. Третье домашнее задание было посвящено пайплайнингу, а в четвертом надо было по выпискам из ассемблера восстановить какие-то исходные код программы. Да, и основная архитектура, на которую мы опирались, это был MIPS, и надо было, конечно же, еще знать MIPS ассемблер. Вот такие вещи. Это 4 домашние задания, потом тест, а семестральная работа, там была предложена тема, то есть программа для управления освещением в комнате. Там получается платка, на которой мы работали. Вообще, эта специальность пока что очень сильно замешана на встраиваемую электронику, то есть у нас по программированию было, были задания на платке STM32 Discovery, что-то такое. И вот по архитектуре компьютера тоже какой-то Cortex-процессор там был на плате, и мы на нем писали вот эту семестральную работу. Получается, она была воткнута в сеть, эта штучка, она раз в секунду должна была посылать свое состояние в сеть другим таким же штукам. Семестральная работа была очень интересная, там было предложено 2 темы. В принципе, можно было делать что угодно. Вот там чувачок один делал крестики-нолики, которые по сети, то есть игрались, и тоже говорил, получил 20 за эту штуку. То есть можно было любую какую-то игру реализовать. То есть главное это было работать с периферией на вот этой плате и с сетью. Что касается освещения, штучка была воткнута в сеть, раз в секунду она посылала свое состояние по сети на бродкаст по UDP, на какой-то порт. И, соответственно, она должна была принимать уведомления от других штук и изображать список активных этих единиц. И должна была быть возможность устанавливать освещение в разных комнатах. То есть идея в том, что в каждой комнате у вас висит такая штучка, и вы можете там из комнаты, я не знаю, из туалета выключить свет на кухне, а из комнаты в коридоре сделать кроваво-красное освещение. Мы с чуваком скомпоновались, я сделал костяк программы и юзер-интерфейс, а он разобрался с сетевым взаимодействием, то есть мы получили 20 баллов за эту работу. Надо было еще, вот это мне не понравилось, конечно, написать документацию к этому. Последний предмет, который у нас был как бы в учебном плане в этом семестре, это программирование на C. Я по нему получил A, я рассказывал еле-еле такую A, потому что семестралку я плохо сделал, у меня просто, к сожалению, очень-очень-очень-очень отбитый ноут, я в этом хочу летом себе заработать на нормальный ноутбук. Я не мог делать семестралку у себя на компьютере, а по выходным не было доступа к учебному кабинету, там, где все у нас настроено. Поэтому я семестралку сделал херовато, получил за нее 15 баллов из 30, плюс по экзамену, я так, честно говоря, не понял, за что он с меня там поснимал баллы, но в общем сумме получилось 79,5, и на 10 баллов еще можно было написать имплементачку, но я попросил, типа, объяснил ему ситуацию, говорю, если я имплементачку нормально напишу, то можно ли мне пересдать экзамен или посмотреть хотя бы, потому что, ну, он снял баллы за практически там задания, которые, ну, в принципе, я более-менее уверен, что правильно сделал. В общем, не суть важная, я хорошо сделал эту имплементачку, и получил А, но оценка по этому предмету большей частью состоит как раз-таки из домашних заданий, то есть там, по-моему, 55 за, собственно, за домашние задания можно набрать, плюс 30 за семистралку, вот за семистралку с меня 15 баллов сняли, если я не ошибаюсь. Ну, я тут ничего не скажу, я на таком примитивном уровне как бы программировать умею, то есть для меня сложности никаких не было. Кто только учится программировать или кто не умеет вообще программировать, то есть для тех может быть сложно, но на лекции я не ходил, ничего вам не скажу больше по этому предмету. Ну, в принципе, я бы сказал, что в среднем по сложности второй семестр такой же, как первый, если не считать физики, потому что физика, потому что физика очень сложный предмет, очень тяжелый и все остальное, то есть в принципе, вот более-менее как бы на уровне с первым семестром. но я вернулся домой на лето, какие у меня планы на лето, я даже не знаю. Я хочу перерешать, я говорил все задачи по физике, которые по физике один, и выложить это все на YouTube в красивом виде, так что следите, если это кому-то интересно. Если не интересно, то вас ждет 280 видео, которые вам будут неинтересны. Если интересно, то смотрите. Отдохнуть хочу, конечно же, потому что вымотался под конец просто капитально и работать надо работать, потому что деньги у меня под конец тоже, я сейчас в кредит немножко залез там на несколько тысяч гривен. Надо зарабатывать, отрабатывать. Как-то полноценно совмещать работу и учебу, конечно, очень сложно, даже удаленную. У меня там несколько заказчиков постоянных, которые 3-4 раза в месяц мне скидывают задания по верстке сайтов, макетов. В конце, когда я уже уезжал, 14-го числа, по-моему, или 15-го, писали там ребята вступительные экзамены. Встретил чувака-подписчика, если ты смотришь, привет. Прикольно было, очень неожиданно. Необычные впечатления, то есть человек смотрит меня в интернете и такой, типа, о, я смотрю твои видео. Это интересно. Надеюсь, помогает, как бы, кому-то польза от этого какая-то есть. Я думаю, что на этом все. Следите, как бы, за событиями. Я буду в течение лета что-то выкладывать 100% на YouTube. И, разумеется, в следующем году в таком же режиме буду рассказывать о своей учебе. С вами был Максим Чех. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Успехов тем, кто поступает в поступлении, в учебе, с визой и так далее. Счастливо. Пока. Счастливо.